А знаете ли вы, что вода, которая течёт из вишкаролинских кранов, никак не фильтруется и не обрабатывается? Значит, я сейчас сильно рискую. А действительно, можно ли пить воду из-под крана? Ответ найдём прямо сейчас в рубрике «Городская среда». С виду этот зелёный живописный холм кажется совершенно обычным. На деле это важный стратегический объект. Вот здесь прямо подо мной находится подземный резервуар с арбанской водой. Сюда вода поступает прямиком из скважины. Таких резервуаров всего три. Каждый из них вмещает по 10 тысяч кубометров воды. Чтобы сюда не попали посторонние, территория насосной станции охраняется особым образом. По периметру высокий забор с колючей проволокой. Внутри расставлены камеры видеонаблюдения и инфракрасные датчики объёма. Охрана постоянно на готове. Здесь регулярно проводят учения, и каждый раз удается обезвредить условных преступников. За работой станции постоянно следит диспетчер, ведь перебои в работе могут дорого обойтись всему городу. А это сердце насосной станции – машинное отделение. Здесь по трубам, как по артериям, жидкость течёт не менее важная – чистая артезианская вода прямиком в город. А как же фильтры и очистка, спросите вы? Дело в том, что артезианская вода не нуждается ни в какой очистке. А всех ешкаролинцев можно смело записать в счастливчики, ведь из крана у нас течёт вода, поднятая со скважин, средняя глубина которых 95 метров. Речной водозабор остаётся резервным, а также водой из малой кокшаги пользуются энергетики в отопительный сезон. Таким богатством двумя водозаборами может похвастаться не каждый город. Во всём мире подземные воды артезианского типа относятся к важнейшим полезным ископаемым. Конечно, за качеством воды всё же следят. На каждом этапе транспортировки берут пробы и отправляют прямиком в лабораторию. Мы находимся в лаборатории водоканала. И хотя арбанская вода чистая и не нуждается в дополнительной обработке, всё же проверить её необходимо. Делают это с помощью более чем 50 различных анализов. Светлана, давайте проверим, всё ли в порядке с этой водой. Хорошо. После предварительной обработки данной воды мы получаем газовую фазу, которую мы закалываем в хроматограф и проверяем наличие примесей, которые есть или нет в данной пробе воды. Здесь с помощью специальных приборов определяют количество загрязнителей в воде. Современные методы позволяют дать ответ со стопроцентной точностью. Сразу же происходит разделение веществ, и мы видим по хроматограмме, сколько у нас загрязнителей в данной воде и в каком количестве они содержатся здесь. 51 химический анализ проверяет воду по разным параметрам. Цвет, мутность, запах, наличие примесей, жёсткость воды. Сейчас этот показатель 2,5 градуса жёсткости. Специалисты говорят, подобная вода самая полезная для организма. А это микробиологическая лаборатория. Для проведения исследований здесь используют фильтровальную установку. Её задача – поймать микробов, если те вдруг появились в воде. Главный подозреваемый, за которым охотится особенно тщательно – это кишечная палочка. Воду пропускают через мембранный фильтр, который помещают в чашку Петри и в термостат на сутки. Если микробы есть, на следующий день в чашке появится новая колония. И тогда задача лаборантов – определить, патогенные это микробы или нет. Если с водой всё в порядке, её смело можно отправлять в город, к потребителю. По сути, вода попадает к нам прямиком из артезианской скважины. А что же случается с ней потом? За ответом отправляемся к очистительным сооружениям канализации. Работают они, кстати, не на полную мощность. Спроектированы очистные сооружения с учётом будущего роста города. И принять здесь могут в два раза больше сточных вод. Вот такой дурнопахнущей массой они поступают в приёмную камеру. Здесь они проходят первую степень очистки через фильтры, которые задерживают крупный мусор. Мелкий песок задерживается уже в следующем фильтре, который так и называется – песколовка. Теперь, когда вода очищена от основного большого мусора, она направляется в первичный отстойник. По сути, это огромный диаметр 40 метров чан. Здесь на дно оседает иловый осадок, и вода, уже заметно посветлевшая, течёт дальше. Теперь самое серьёзное оружие в борьбе за чистоту – биологическая очистка. Здесь вода буквально кипит, и действительно, незаметно для нас тут кипит работа. Специальные бактерии трудятся на благо нашего здоровья, поглощая все оставшиеся в воде загрязнения и примеси. И хотя эта субстанция совсем не похожа на чистую воду, сейчас она вполне безвредна. Осталось только отделить её от ила. Происходит это во вторичном отстойнике. Здесь ил выпадает в осадок, а вода вновь готова вернуться в природу. Выходит, она отсюда даже более чистой, чем речная вода. Пройдя все степени очистки, вода становится вот такой – чистой и прозрачной. И уже в таком виде её сливают в малую, как шагов. А вот останется ли она в таком же чистом виде в реке – это зависит и от нас с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова